Козероги, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И к концу расклада мы возьмем карта совета, что вам высшие силы советуют. Может остерегаться, может что-то для себя, как совет брать, как себя вести на протяжении всего месяца апреля. Давайте посмотрим первая карта для вас, мои дорогие Козероги. Козероги, что вас ожидает в начале месяца, это ваше изобилие, это ваше то, что вы уже получается заслужены. Если касается это отношений, то что вы уже, у вас это есть. Самое главное, я хочу как предупреждение для вас, не нужно сильно высоко поднять нос, потому что если вы сильно себе будете дать, что у вас отношения, работа, финансы, получается, вы будете считать выше кого-то, то здесь вы можете свое время потерять. Из-за того, что вы будете, знаете, как хвастаться, что все это, здесь он может уйти от вас. Эта проблема может вас и разрушать. Поэтому сохраните вот это изобилие, которое у вас есть в начале месяца апреля, мои дорогие Козероги. Давайте посмотрим следующую карту, что вас это ожидает в начале месяца. Волшебника, вы мастер, вы человек, которым можете общаться, вы человек социальный, вы человек, который уже прошел какие-то ситуации в своей жизни, и он получает эту благо. Самое главное не рассказывать, не дать возможности людям, чтобы у вас эта негативная энергия вокруг вас была. Потому что уже вы как мастер, человек, который маг в своем деле. Что бы он ни брал в руки, у него всё получается на сегодняшний день. Он уже знает точно, какие отношения, какая работа, что ему нужно лучше, чтобы у него стабильность, именно финансовая стабильность была. Вы как бы на сегодняшний, даже в начале месяца, у вас как бы всё меняется. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается в начале месяца, карта дьявола. А карта дьявола, хочу сказать такое, что будут искушения, чтобы вы рассказывали, чтобы вы кому-то доказывали, что как у вас это получилось, как у вас есть это, что у вас, не стоит этого делать. Для некоторых хочу, если у меня эта информация говорится о том, я буду говорить как предупреждение, что здесь может быть какие-то магические воздействия. Это магические воздействия для того, чтобы вас закрыли, то, что даже и финансы, и ваше благо, и отношения, и всё, как-то магические воздействия всё-таки могут быть. Давайте посмотрим следующая карта. В начале месяца, в середине, это четвёрка жезлов. Четвёрка жезлов, это ваша гармонизация. Если вы можете себя гармонизировать, если вы можете себе дать возможность защищаться, чиститься, поставить себе защиту, делайте. Потому что здесь, как я сказала, предупреждение, что могут какие-то воздействия на вас идти, по диаболу, может это делать. Две карты подтверждают это. Поэтому, если сказать про отношения, которые у вас, те, которые находятся, постарайтесь не входить в других отношений, постарайтесь сохранить, что у вас есть. Так как для одиночек, никому ничего не рассказывать, что у вас есть. Хорошие отношения, хорошие финансы и хорошая работа. Постараться этого не делать. Давайте посмотрим следующая карта. На середину, что вам говорят, шестёрка жезлов, победа в ваших руках. На середине месяца у вас она есть в руках. Но всё зависит от ваших действий. Всё зависит, какие действия вы можете делать. Вы можете эту победу, как быстро у вас в руках, из-за того, что вы можете это рассказывать, вы можете вот эту гармонизацию, вот эту доверие к людям потерять. Может, люди потеряют эту доверие, вы можете терять эту победу. Поэтому всё зависит от вас. Для некоторых, может быть, хочу сказать, что какая-то поездка, командировка. Здесь, может быть, будет искушение входить в других отношениях. Люди, которые, мужчины, женщины, которые делают поездки, командировки по поводу работы. Но этого не стоит делать. Я хочу сказать, потому что у вас очень прекрасные карты. И дьявол от вас вначале уже не отходит. Для того, чтобы вас искушали, может, чтобы вы потеряли что-то хорошее в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на середину. Это восьмёрка мечей. Чтобы вы потом не горели изнутри, сохраните своё пространство. Дайте себе возможности. Здесь очень прекрасные возможности есть. Но всё зависит от того, что вы будете делать. Потому что здесь вы можете сами, как я сказала, потерять что-то из вашей жизни. Но здесь никто не будет виноват. Здесь вы сами можете это виноваты быть. Потому что вы, как показывает вас на сегодняшний день, из-за того, что у вас всё прекрасно получается, вы не можете это сохранить для себя. Вы не можете это держать для себя. И вы захотите как-то рассказывать, доказывать кому-то, что вы такой человек, более высокий других. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Что вам высшие силы подсказать? Девятка мечей осознайте. Ваше осознание. Ваше осознание для того, чтобы вам в конце месяца не было вот это болезненно. Вы должны понимать, что даже если вы попадёте на этот расклад, для вас как совет, то, что вам нужно, как я сказала, в конце мы возьмём карта, но как совет, что вам нужно остерегаться, что вам нужно, что для вас даже нужно делать. Здесь просто осознайте, что то, что вам мешает, то, что вам не нужно это делать. Давайте посмотрим следующая карта. Для вас в конец. Карта Пятёрка Мечей. Карта Пятёрка Мечей показывает о том, что, знаете, какая-то проблема из вашей жизни отходит. Даже не то, что отходит, она ушла. Но вы как будто сидите, как я сказала, для некоторых здесь это магическое водительство. Кто-то может попробовать, может кто-то нападал на вас, но это проблема в прошлом. Но вы всё-таки стоите на страже в порядке. Вы всё-таки из-за этого можете гореть. Вы можете здесь победно на вашей стороне поставить себе защиту, чистили. Но здесь всё-таки у вас принимается это болезненно даже на сегодняшний день, потому что вы пока не можете это отпускать. Всё-таки тянете за собой. Здесь постарайтесь отпускать. Вот это только ваши страхи внутренние. Вот это ваши внутренние, которые вы себя мыслили, что опять будет случиться, что опять что-то происходит. Нет, не стоит пока. Вот на апрель месяц это может это были, но здесь отходит. Проблема здесь как бы в прошлом. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют, что они вам подсказывают. Это семёрка кубков показывает то, что вы живете в иллюзии. Вот вы на апреле месяце как будто вы фантазируете. Вы живёте своём, может, прошлое, может, какие-то ваши страхи, может, что-то в прошлом нехорошее в вашей жизни. Но вы как будто до сих пор. Вот высшие силы как подсказка, как совет. Убирайте это из вашей жизни. Постарайтесь. Для некоторой, хочу сказать, для мужчины, может быть, было как любовная какая-то привязка, любовные какие-то магические воздействия. Но вы всё-таки из этого вышли. Проблема отошла. Но вы не можете отпускать. Поэтому убираем на апреле все ваши эти фантазии, все эти иллюзии, все эти ваши мечты и живём то, что у вас происходит на сегодняшний день. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.